Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 ноября. Детей Космай и Дамьян были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестие занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Космай и Дамьян возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святого силы и молитвы, исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных которых лечили святые они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Даром получили, даром давайте, Матфея 10.8. Слава святых Космей и Дамьяне прошла по всей округе, и люди назвали их бессеребренниками. Однажды святых позвали тяжелобольной женщине, лечить которой отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии, так звали больной, и по усердной молитве святых братьев, Господь исцелил умирающих, и она стала содраться его совершенно здоровой, славе Бога. И вполненная благодарность к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамьяну. Она принесла ему три яйца и сказала, прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Услышав имя Святой Троицы, бессеребренник не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что братьев нарушил их строгий обед. Вскоре исполнилось время Святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер Святой Дамиан. Те были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут по воле Божией совершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства. И проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой. Потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради имени Божьего. Честные мощи святых братьев были положены в Месопотамия. По смерти святые бессередники совершили много чудес. Жил в херемане близ храма Космой Дамиана некто Малх. Однажды собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, этот человек пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, что проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина увидев, что ей грозит опасность, глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились два грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли, спросила, как зовут вас, спасители мои? Кого благодарить мне до конца моих дней? Мы рабы Христова, Касма и Дамиан, отвечали они, и стали невидимы. Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней. Славя Бога, со слезами пошла к иконе святых братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении. С тех пор святые братья Касма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской жизни и древле распространенной их почитания на Руси. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok